Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжаем разговор о книге пророка Иеремии и сейчас обратимся к девятой главе этой книги. Главным образом в девятой главе повторяются те мысли и даже те обороты, которые мы уже видели в предыдущих главах книги Иеремии, да кое в чем и у других пророков. Здесь продолжается плач Бога и Иеремии о том, что попытка вразумления для народа Божьего заканчивается ничем, что люди продолжают поступать по велению злого сердца своего, ничего не меняется. Кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чечери народа моего. Вот этот поэтический текст говорит именно о такой скорби, о сожалении, о том, что Бог не радуется, не потирает руки, говоря, а вот мы сейчас их прихлопнем. Бог, как и Иеремия, скорбит о том, что происходит, но происходит нечто неизбежное по нравственным законам. Если бы было у меня в пустыне пристанище, если бы мне было куда уйти, я оставил бы народ мой и ушел бы от них. По-видимому, это пророк говорит, потому что они все прелюбоди и скопище вероломных. «Как лук напрягают язык свой для лжи, переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь». Где-то в ходе этой фразы сначала совершенно человеческое исситывание пророка, который говорит, что если бы у меня была виза и деньги на билет и гостиницу, я бы смылся отсюда и забыл бы вообще этот народ, как страшный сон. Потому что они все лужицы и насильники. И вдруг они переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. То есть получается, что это Бог сетует, что ему некуда делся, что ему он бы хотел уйти, удрать в пустыню от этих людей. Но это у него не получается, это невозможно. Но меня не знают. Удивительная на самом деле, конечно, по своей структуре фраза. Пророк же дальше говорит о том, что в современной ему жизни, в современном ему обществе стало невозможно доверие. О том, что все пытаются друг друга обмануть, кинуть и подставить. Берегитесь каждого из своего друга и не доверяйте ни одному из братьев. Каждый обманывает правду, не говорит, ты живешь среди коварства, и они отрекаются знать меня, говорит Господь. Таким образом, это не просто поэтическое мироощущение пророка, страдающего от несправедливости жизни. Это Бог ему показывает и говорит, вот ты живешь среди коварства. И тем самым эти люди, лгущие, коварные люди, отказываются знать меня, говорит Господь. Вот именно этим, тем, что они поступают коварно. И потому Господь говорит, вот я расплавлю и проверю их, расплавлю и испытаю, ибо как иначе мне поступать с дещерью народа своего. В языках убийственная стрела, говорит коварно, устами, говорят с ближним, дружелюбно, в сердце своем строят ему коварно. И снова, как и в предыдущих проповедях, Иеремия повторяет от лица Господня очень важные слова. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь, не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Бог спрашивает, неужели вы думаете, что я буду терпеть ваше лживое коварство, когда вы говорите дружелюбно, а сами думаете, как бы кинуть, подставить и предать ближнего своего? Вы что, всерьез думаете, что я не накажу за это? Наверное, знаете, человек, говоря такие вещи, покрутил бы у виска пальцем, да, сказав, неужели ты думаешь, что я не накажу за это? Ты что, сумасшедший? Конечно, накажу. Конечно, накажу. Потому что отмстит душа моя такому народу, как этот. Бог ни разу не постмодернист. Он отличает добро и зло. И для Бога существует то, что хорошо и должно существовать, и то, что плохо и существовать не должно. И отмстит душа моя такому народу, как этот. Черное – это черное, белое – это белое. Добро – это добро, зло – это зло. И тем, кто живет в мире Божьем, вот эту перспективу, эту реальность надо понимать. Снова Бог говорит о том, что сделаю Иерусалим грудой камней. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И к кому, говорят, уста Господня, кто объяснил бы, почему погибла страна и выжжена, как пустыня? Иеремия, по-видимому, задавал Богу вопрос, как это объяснить? И вот Господь говорит ему, что страна выжжена и погибла, потому что они оставили закон мой, не слушали голоса моего и не поступали по нему. И поэтому я накормлю этот народ полынью, напою их водой с желчью. Снова и снова. Бог пытается через Иеремию сказать людям, что они сами, мы сами выбрали эту участь. Я приведу на этот народ пагубу, плод помыслов их. Неужели вы думаете, что я не накажу за это? Это вы не стали слушать голоса моего. И поэтому дальше Господь говорит в нескольких стихах в поэтической форме о том, что нужно звать плакальщиц. Теперь плачьте и рыдайте. Зовите профессиональных плакальщиц и плачьте, рыдайте, сожалейте о участи Иерусалима, как сожалеют на похоронах. Потому что на похоронах уже ничего нельзя исправить, можно только плакать. Но этим дело не ограничивается. И в конце 9 главы Господь говорит о том, что же такое настоящая мудрость и знание Божье. Он говорит, да не хвалится мудрой мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, не хвалится богатой богатством своим. И мы, конечно, понимаем, что это цитата из книги царств, из песни Анны, пророчицы матери пророка Самуила, где, кстати, мы еще и не знаем, что было записано раньше, книга царств или проповеди Иеремии. Так или иначе, это практически дословно цитаты из молитвы Анны, матери Самуила. Да не хвалится мудрой мудростью, сильной силой, богатой богатством. Что настоящая ценность? Чем действительно стоит хвалиться? Видимо, апостол Павел, который это все в юности изучал, эти тексты, как-то ему ударило в сердце это слово, а по хвальбе, и он тоже очень часто использует его. Так что же настоящее? Чем стоит хвалиться? Чем можно оправдать свое существование на земле? Вот как и Анна, пророчица, Иеремия говорит, хваляющийся хвались тем, пусть хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Таким образом, то, что действительно должно быть в нашей жизни, без чего она превращается в нежизнь, без чего мудрость становится безумием, сила становится слабостью, а богатство пустотой. Вот главное, это знание, что знание меня, говорит Господь, знание, что я Господь, говорит, что он Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Таким образом, когда люди творят милость, суд и правду на земле, они участвуют в деле Божьем. Это то, что святые отцы называли умным словом синергия, когда творят милость, суд и правду на земле, потому что это дело, которое совершает Бог. И наоборот, когда ты не творишь милости, суда и правды, ну, значит, ты не знаешь Бога, и ты не вместе с Ним. Вот, собственно, и все. И в конце этой главы Господь говорит о том, что народ Божий некоторым образом подобен окружающим, язычникам, потому что все эти народы не обрезаны, не чтут истинного Бога. А Дом Израилев, говорит Господь, тоже с необрезанным сердцем. Здесь появляется вот это выражение «люди с необрезанным сердцем». Как и Исаия тоже говорит, народ все чтит меня, устами своими сердце живут, далеко отстают от меня. Вот это важная очень тоже для Иеремии вещь, что внешнее почитание, внешние признаки религиозности и следования правде Божьей это разные и не очень связанные друг с другом вещи. Дорогие друзья, на сайте exeget.ru появилась викторина по священному писанию. И я очень рекомендую ее для всех тех, кто хочет углубить или актуализировать свои знания священного писания. Это очень интересная возможность. отстаянность. Продолжение следует... Продолжение следует...